Кладбище возрастом минимум 400 лет нашли во время строительства павильона в парке Чапультепек в Мехико. Там обнаружили останки 28 человеческих тел. Они принадлежали как испанцам, так и коренным жителям. На это указывает способ захоронения. Использованы два способа погребения – христианский и захоронения в позе эмбриона на Баку. В могилах, отличных от христианских, также нашли изделия из обсидиана и керамики. Это тоже указывает на то, что там похоронены индейцы. Все эти люди умерли примерно в одно время. Учёные считают, что причиной могла стать эпидемия. Также, по их мнению, в этих местах, возможно, было индейское поселение. Индейцев могли использовать как рабочую силу на близлежащих мельницах, которые построили испанцы. Археологи говорят, что умершие страдали от инфекций и болезней, связанных с нехваткой витаминов. Исследование пока продолжается. Чапультепек – самый большой городской парк в Америке. Его площадь – 700 гектаров. Во времена ацтеков здесь была загородная резиденция правителя. При испанцах в этих местах построили дворец вице-короля. Эта картина впервые за 200 лет вернулась в страну, где была создана. Портрет человека в образе бога Марса написал фламандский художник Питер Пауль Рубинс. Это было в Антверпене примерно в 1620 году. Сейчас портрет выставлен в Брюсселе, а в мае уйдёт с молотка в Нью-Йорке. Судьба картины до 1820 года неизвестна. Вероятно, она находилась в одной и той же частной коллекции, не сменяя владельцев. Об этом говорит то, что полотно хорошо сохранилось. По мнению экспертов, картина довольно необычная. «Мы видим очень воинственный облик мужчины с сильными руками. Но у него мягкий взгляд, обращённый на нас. Поэтому некоторые люди предположили, что это автопортрет. Но это не так. Этот человек не похож на Рубинса. Это портрет какого-то его хорошего знакомого». Последние годы портретом владел американский бизнесмен. Он разводится, поэтому распродаёт коллекцию картин. «В январе мы продали 10 картин из коллекции Фиша и Дэвидсон. Картины были проданы вместе. В их числе тоже была работа Рубинса. А также были другие шедевры таких художников, как Орацио Джентилески, Джулио Чезаро Прокачини и Жорж де Латур». Рубинс жил с 1577 по 1640 годы. Он один из основоположников искусства барокко. За годы творчества создал 3000 картин, но многие писал вместе с учениками или другими художниками. После Брюсселя портрет человека в образе бога Марса отправится в Лондон, потом в Гонконг и Тайбэй, а затем в Лос-Анджелес. После турне картина вернётся в Нью-Йорк. За неё рассчитывают выручить от 20 до 30 миллионов долларов. Когда отключают электричество, Фаеза шьёт при свечах. В разгар энергетического кризиса в ЮАР её город Кейптаун ищет способы избежать веерных отключений электроэнергии. Их проводит государственная коммунальная служба ЭСКОМ. Но пока женщине, как и большинству южноафриканцев, приходится обходиться без электричества до 10 часов в день. «Пришлось отказаться от многих клиентов. Я не могу брать много работы, только половину. Но я никогда их не разочаровываю и всегда стараюсь закончить начатое». Городские власти говорят, что хотят вдвое сократить отключение. Но обещают это лишь к 2026 году. При этом они планируют переключиться на частных поставщиков, сократив зависимость от монополиста ЭСКОМ. Уже к 2030 году от услуг компании хотят отказаться полностью. Коммунальное предприятие имеет огромную задолженность. В 2022-23 финансовом году оно смогло обеспечить лишь около 57% электроэнергии необходимой стране. Из-за энергетического кризиса в ЮАР уже объявили чрезвычайное положение. Ожидается, что это скажется на темпах экономического роста в этом году, а не снизится на 2%. «Невозможно развивать экономику без энергии. Если бы ЭСКОМ работал, если бы государственная монополия работала, то мы бы это не обсуждали. Но она, как и многие государственные монополии, по всему миру не работает». В прошлом году Кейптаун объявил тендер на производство солнечной энергии мощностью 200 мегаватт. Ожидается, что за этим последует новый тендер на 300 мегаватт. Кейптаун также планирует изменить энергетическую политику, чтобы разрешить домохозяйствам и предприятиям, производящим солнечную энергию, продавать излишки городу. «Многие просили меня установить солнечные панели, но, к сожалению, мы малый бизнес, не зарабатываем так много». Хотя Кейптаун, возможно, и стремится к светлому будущему, пока такие жители, как Фаеза, изо всех сил пытаются заработать на жизнь в темноте. На Мадагаскар обрушился тропический циклон Фредди. Его силы эквивалентны урагану четвёртой категории. Скорость ветра достигала 180 км в час. Он срывал крыши с построек. На острове также начались наводнения. Затоплено более двух тысяч жилых домов, ещё столько же разрушено. Более 11 тысяч человек были вынуждены бежать. Люди размещаются во временных убежищах. «Мы бежали от циклона. Как там его? Да, Фредди, мы живём в низине и боимся наводнений. Поэтому попросились сюда к монахиням». «Мы бежали от циклона, и монахини нас приютили. У нас непрочный дом. Его и так подпирают брёвна. Я мать-одиночка. Муж недавно умер. У меня пятеро детей». Шторм двигается через Мадагаскар в сторону материковой части Африки. Фредди пришёл на остров через месяц после другого циклона – Чинеса, который стал причиной гибели 33-х человек и тысячи заставил покинуть свои дома. В этот раз также не обошлось без жертв. Сообщается уже о четверых погибших. Как сообщило Управление ООН, по координации гуманитарных вопросов после Мадагаскара Фредди может снова появиться в Мозамбикском проливе и набрать ещё больше силы. Потом он, как ожидается, обрушится на Мозамбик и двинется на Зимбабве. В целом, согласно прогнозам, циклон затронет более двух миллионов человек. Жителям этой датской деревни стало намного проще купить молока или других продуктов. Более двух лет в Увелсе, примерно в 30 километрах от Копенгагена, не было ни одного продуктового магазина. Единственный магазин закрылся после того, как владелец решил уйти. Это означало, что около тысячи жителей должны были садиться в машину и проезжать не менее семи километров до ближайшего крупного города даже за буханкой хлеба. Теперь проблема решена. В центре городка открылся мини-супермаркет. Внутри около 600 видов товаров, в том числе свежие продукты, такие как фрукты и хлеб. Особенность магазина в том, что в нём нет продавцов. «Мы решили открыть здесь временный магазин в морском контейнере. Мы хотим удержать людей в деревне, поэтому они могут делать покупки здесь». Около 200 из 500 домохозяйств Увелса приобрели долю в проекте. «Я могу покупать на месте, не нужно ехать в магазин далеко. Это намного легче. Это хорошо для города, хорошо для нашей сплочённости, и можно пообщаться с людьми». «Всё концентрируется в более крупных городах. В деревнях нет продуктовых магазинов. Это проблема. Это означает, что небольшие деревни умрут, поскольку никто не захочет в них жить». Проблема действительно не уникальная. По всей Дании из-за инфляции массово закрываются магазины. Речь о небольших городках с населением меньше 40 тысяч человек. Они уже потеряли пятую часть своих супермаркетов. Такие магазины самообслуживания могут стать выходом. Доступ в магазин покупатель получает, сканируя QR-код смартфоном, а затем вводя свой личный цифровой идентификационный номер. За всеми действиями покупателей следят 10 камер. В конце нужно оплатить покупки на кассе самообслуживания. А тем, у кого нет смартфона, можно использовать специальные брелоки с чипом. Сейчас в Дании работает 16 подобных магазинов. Ожидается, что к концу года их будет от 50 до 100. Впервые учёные исследуют древнего медведя, у которого сохранились мягкие ткани. Вскрытие проходит в лаборатории музея «Мамонт» в Якутске. Останки животного нашли на острове Большой Ляховский в восьми километрах от устья реки Большой Этарикан. Части туши показались извечной мерзлоты, и её заметили оленеводы. Это оказался целый, хорошо сохранившийся медведь. Раньше удавалось найти только кости скелета и черепа. «Эта находка единственная в мире, аналогов не имеет, полная туша ископаемого бурого медведя. Абсолютный возраст 3460 лет». Учёные взяли образцы тканей для проведения гистологических, клеточных, микробиологических и вирусологических исследований. Они также извлекли мозг животного. Кроме того, специалисты сделают морфологическое описание. По их мнению, древний медведь очень похож на современных. Найденное животное – это медведица. Она успела вырасти до полутора метров и весила почти 80 килограммов. Самка дожила примерно до двух-трёх лет. Умерла из-за травмы позвоночника. Учёные извлекли из её желудка остатки птичьих перьев и растений. Пока непонятно, как медведица попала на остров. Сейчас он отделён от материка проливом Лаптево. Его ширина – 50 километров. Возможно, медведица переплыла пролив. А возможно, три с половиной тысячи лет назад теперешний остров был частью материка. Ляховские острова богаты палеонтологическими сокровищами. Они привлекают учёных и охотников за мамонтовой костью. Четыре рабочих дня вместо пяти – такова новая реальность в этой лондонской компании. Королевское общество биологии стало частью крупнейшей в мире пилотной программы по испытанию четырёхдневной рабочей недели. Она завершилась в декабре прошлого года. Проект оказался настолько успешным, что сокращённую рабочую неделю решили сохранить 92% компаний, которые участвовали в эксперименте. В целом участников было около 60. Из них 56 сохранили четырёхдневную неделю, в том числе 18 сделали правило постоянным. «Мы видим, что в период испытаний на больничной уходили реже. Раньше в среднем отпуск по болезни брали на 4-5 дней в год. Теперь показатель составляет меньше двух дней. Это существенная разница». При четырёхдневной рабочей неделе сотрудники по вечерам задерживаются дольше обычного, чтобы восполнить потерянное время. Но в итоге получают дополнительный выходной. «Двухдневные выходные могут быть довольно хаотичными. Очень хорошо получить дополнительный день отдыха. Можно встретиться с друзьями и родственниками в те дни, когда они тоже свободны. И получаешь выходной в рабочую неделю, когда можно закрыть хвосты или просто посвятить время себе». Исследование показало, что процент увольнений сократился в половину. При этом 90% сотрудников сказали, что хотят сохранить четырёхдневную рабочую неделю, а 55% отметили, что их производительность повысилась. Кроме того, уровень выгорания сотрудников сократился на 70%, а уровень стресса – на 40%. Впрочем, не все поддерживают такой график. «Я думаю, что четырёхдневная рабочая неделя в принципе звучит хорошо. Но на практике сколько компаний смогут поддерживать благополучие сотрудников, если они отказываются от обычной пятидневной недели и втискивают её в четыре дня». Исследование продолжалось с июня прошлого года. В нём приняло участие 2900 работников таких отраслей, как финансовые услуги, информационные технологии, маркетинг и гостиничный бизнес. Эти пиксельные точки света, вероятно, целые галактики. Их обнаружили астрономы с помощью телескопа имени Джеймса Уэбба. Учёные считают, что так галактики выглядели примерно через 600 миллионов лет после предполагаемого Большого взрыва. По их мнению, ранняя Вселенная могла иметь скопление звёзд, которые породили большие галактики. Размеры возраст находок ошеломил учёных. «Мы смотрим на эти галактики почти сразу после Большого взрыва. Всего через 600 миллионов лет. Это может показаться огромным числом. Но нашей Вселенной уже 13,8 миллиарда лет. Так что это была Вселенная-младенец, которая выросла только на 5% от своего возраста». «Каждая из шести галактик весит в миллиарды раз больше, чем наше Солнце. В одной из них суммарный вес всех звёзд, возможно, в 100 миллиардов раз больше, чем у Солнца. Из этого делают вывод, что может существовать ранее неизвестный путь чрезвычайно быстрого и эффективного формирования галактик. Астрономы говорят, что вначале не могли поверить увиденному. Они не предполагали, что столь зрелые галактики существовали так рано». «В отличие от Млечного пути, который представляет собой спиралевидную галактику с грандиозным дизайном, которую вы видели на фотографиях с красивыми спиральными рукавами, эта галактика в 30 раз меньше. Все эти звёзды собраны на крошечном участке пространства. Представьте человека весом 100 килограммов, но ростом всего 6 сантиметров». В отличие от телескопа «Хаббл», более крупный мощный Джеймс Уэбб может смотреть сквозь облака пыли с помощью своего инфракрасного зрения и открывать ранее невидимые галактики. Учёные надеются, что в конечном итоге смогут увидеть звёзды, которые образовались сразу после появления Вселенной.